Хотите быть лающей собакой? Встаньте на четвереньки. О чем только не лаяли на этой неделе слуги наши народные, да только все попусту. Кадыров, за здоровье которого переживали многие, оказался живее всех живых, а конфликт Армении и Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха так и не состоялся. Что наглядно продемонстрировало нам, что проводить спецоперации длиною в три дня в действительности возможно. Поэтому опустим все события далеко минувших дней, перейдем к тому, что же произошло во второй половине недели. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. А начинаем с чего? А правильно, с того, что наболело. На этой неделе небезызвестный депутат Гурулев выкатил новый перл, на который завязал победу в спецоперации. Он предложил, во-первых, призвать в качестве добровольцев всех безработных, а во-вторых, перевести россиян на мобилизационную модель экономики. Я поясню. Хотя, ну что тут непонятного? Стоишь на бирже труда, значит требуется работа. А зачем ее искать, когда она уже есть, причем высокооплачиваемая и не требующая высшего образования? Первая проблема, тунеядцы, которые довольно-таки серьезные, где вообще нигде не работают, трубки сидят на биржах труда, говорят, давайте мобилизацию проведем. Да давайте, на бирже труда все стоят, кто безработный, ради бога, перезал нас советов. Кто мешает? Интересней с этой точки зрения выглядит второе предложение Гурулева. То самое, где он предлагает вести в России практику Великой Отечественной войны. Это когда рабочий день по 12 часов, а выходных в ближайшем будущем даже и не предвидится. Ну, типа во время военных действий 40-х годов 20-го века так жили все, и никто не жаловался. Так почему нужно отказываться от опыта прошлых лет сейчас? Вот только Гурулев, по-моему, немного недопонимает, что тогда шла война, а сейчас только спецоперация, результатом которой должна стать не победа, а достижение типа поставленных целей. И это как бы, согласитесь, разные вещи. При том, что из телека нам каждый день говорят о каком-то там плане, по которому все и идет. Но который общественности так до сих пор и не представили. Хотя, если трезво посмотреть на ситуацию, то причин для таких выступлений депутата может быть несколько. Первое – это желание заткнуть рот всем тем, кто не просто выступает против, а кто именно критикует ход и результаты спецоперации. Ну, типа по принципу отвергаешь – предлагай, а в данном случае критикуешь – делай сам. Не нравится, как идет СВО – пригоняй к своим и направляй их в нужное русло. А во-вторых, снова желание заткнуть рот, но уже тем, кто со спецоперацией категорически не согласен. Вот для таких Гурулев и предлагает вести 12-часовой рабочий день, чтобы не хватало времени ни на подумать, ни на выразить собственное мнение. Хотя сам генерал считает, что подобные меры ни в коем случае не носят карательный характер, а цель их исключительно благая – вывести Россию из поголовного пьянства. Ну да, ну да. И, судя по новшествам, ввести ее же в новый курс, где поклонение участникам и предметам спецоперации станет вторым уроком из разговоров о важном. На этой неделе в Хабаровском крае в детском саду открыли музей СВО, куда загрузили ненужные экспонаты, оставшиеся от тех, кто сам когда-то был военным. Это называется разгрузочный жилет. Разгрузочный жилет. Для чего он предназначен? Чтобы там что-нибудь носить. Совершенно верно. А что, например? Бобы. Руководство дошкольного учреждения считает, что подобный поступок – это углубление работы по патриотическому воспитанию детей. Поэтому фляжка, плов и бронежилет просто жизненно необходимы. Нет, я, конечно, не против того, чтобы дети познакомились с историей, но давайте ее как-то рафинировать. Можно даже и музей-то никуда не перевозить, оставить как есть. Но вот только не рассказывать детям о текущей спецоперации, потому что с настоящей войной 41-го, 45-го она ну точно никогда не сравнится. Тогда наши родственники реально защищали страну от врага, и тогда наша страна реально несла людские потери из-за желания выжить. Вот пусть и рассказывают малышам о Тане Савичевой, которая в 11 лет похоронила всю семью, а в 14 погибла сама. Пусть рассказывают о пайке, который выдавали в блокадном Ленинграде. И, наконец, о победе, которая досталась нам ценой жизни 27 миллионов человек. Вот это действительно достойно и музея, и патриотических уроков. Главное в этом случае потом долго извиняться, а то воспитатели и родители, подобную шутку юмора могут и не оценить. А вот в какой отрасли уже совсем становится не до смеха, так это в авиации. Причем как в гражданской, так и в военной. На этой неделе в Воронежской области потерпел крушение очередной сверхзвуковой истребитель. И это уже десятый самолет с начала этого года. Конечно, хочется спросить, а что же такое происходит-то? Из-за чего в России самолеты неожиданно становятся тяжелее воздуха? Но ответ почему-то не удивляет. В этот раз отказала левая стойка шасси. В прошлых примерах поломался двигатель, закрылки, тормоза, система кондиционирования и даже лобовые стекла. По данным открытых источников, количество поломок с января по август составило 120 штук. И это в два раза превышает количество инцидентов в предыдущие пять лет. А ведь авиатрафик-то значительно снизился. Так почему же тогда количество поломок стремится к бесконечности? А я вам расскажу. Во-первых, это отсутствие оригинальных запчастей и софта. Во-вторых, ремонт в несертифицированных сервисах. И в-третьих, утечка технических специалистов, работающих с иностранными самолетами. Вот еще одна мобилизация, и таких специалистов не останется вообще. Да что там специалистов? Может поубавиться и само население. На этой неделе сеть взорвала новость о том, что Минтрут и соцзащита Российской Федерации разместила на сайте госзакупок заявку на изготовление удостоверений ветерана боевых действий в количестве 757 тысяч штук. И удостоверений для семей погибших в количестве 230 тысяч штук. Причем оплачивать все это будет федеральный бюджет. Банкет планируют уложить в 79 миллионов рублей, и на момент записи программы заявка на госзакупках уже считается закрытой. То есть поставщик и изготовитель определен, и цена его полностью устроила. Вот только лично меня смутила цифра погибших, которая, судя по количеству удостоверений, составила 230 тысяч. А по официальной версии? А нет. Нет такой версии. И нет такой статистики. Последнее, что мы знаем из официального, это выступление Шойгу годичной давности, где он сообщает о 6 тысячах погибших. После этого еще о 22 тысячах сообщил Пригожин. И на этом, пожалуй, все. А удостоверений, напомню, 230 тысяч. Поэтому либо первый мобилизационный призыв закончился, ну вы поняли как, либо госзаказ, прежде чем выйти на госзакупки, посетил бабу Вангус ТВ-3, которая и предсказала количество будущих погибших. Но наша редакция уважает даже неправдоподобное мнение властимущих, поэтому смело делает вид, что верит статистике. Тем более, как помнится, не так давно Симонян открыто намекала нам на то, что от вируса в России погибло гораздо больше людей, чем на спецоперации. Ну и типа делайте выводы, умирать как герои или умирать от победившего нас вируса. Вот как-то так, друзья. Ну а я напоминаю, что второй выпуск новостей теперь вы сможете посмотреть только на Бусти. Для всех новых подписчиков первый месяц будет абсолютно бесплатным. Так что подтягиваемся на Бусти, там все свои. Ну а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.